Привет, друзья! Это Official Johnny Style. Меня зовут Максим. Сегодня я приехал в город Казань и хочу вам рассказать, в какой гостинице я буду жить. Итак, выбрал по интернету. Гостиница называется Шаляпин Палас Отель. И сейчас я вот здесь я нахожусь. Здесь я снимаю с заднего двора. Будем заходить, заселяться. Итак, одноместный номер. Стоимость за сутки 4000 рублей. В стоимость включено, помимо завтрака, еще и посещение сауны, тренажерного зала и еще какая-то лабуда. Поэтому, ну, скорее всего, этим пользоваться не будем. Ну, а так, сейчас будем заселяться и посмотрим, какой у нас номер. Ну что, поехали! Итак, только что мне сказали, что необходимо разрешение, чтобы снимать в гостинице Шаляпин. Но открываем дверь и никаких разрешений спрашивать, наверное, не будем. Так что, вперед! Итак, у нас номер 336. Мы поднимаемся по лестнице. Здесь вот такая лестница. И сейчас будем искать сей номер. На лифте не поехал принципиально, потому что на третий этаж можно подняться не по лестнице. А тут, как бы, такие вот красивые виды. Утого у нас получается номер 336. Нам нужно повернуть. Да, вот оно, 301, 328. И вот номер. Здесь вот у нас написано. 329, 340. Итак, такие вот. А это у нас Шаляпин с кем-то. Вот еще фотография Шаляпина в гостинице Шаляпин. Вот наш номер. Номер 336. Сейчас попробуем его открыть. Итак, мы оказались в номере 336. Это третий этаж, гостиница Шаляпин, город Казань. Улица Университетская, дом 7, дробь 80. Ну, давайте посмотрим, что у нас за номер. То есть, такая вот небольшая входная группа. Сразу могу сказать, что справа у нас такой вот план эвакуации. Тут же встроенный шкаф. Слева у нас непосредственно такое вот достаточно большое зеркало. Ну, что у нас есть из-за тумбочка, телетелек, еще одно зеркало, рабочее место. В номере есть, так как я живу один, одна кружка, одна ложка, один чайник, одна лампа. Но на самом деле ламп здесь больше. Вот вторая, вот третья. Есть еще торшер. Такой вот небольшой декор. Ну и вот так вот выглядит. А, телефон есть. Вот так вот выглядит, соответственно, мое спальное место, которым я воспользуюсь. Ну, а, по большому счету, надо сейчас найти, наверное, холодильник. Он где-то здесь должен быть. И, наверное, сейф. Сейчас мы посмотрим вот здесь. По идее, потому что все-таки 4 звезды. Да, ребята, вот смотрите, у нас здесь сейф, здесь одеяло. Здесь, собственно говоря, ничего. Вот есть тапочки. Холодильник, наверное, где-то вот в рабочей зоне. Так что давайте попробуем, посмотрим. Опачки. Не хватает, не хватает бутылки вина, но ее здесь нет. Раз. Да, вот у нас холодильник. Сейчас посмотрим, есть ли там... Вот у нас холодильник. Сейчас посмотрим, есть ли там мини-бар. Не, ребята, холодильник абсолютно пуст. Никакого мини-бара нет. В принципе, наверное, можно попить чай. Можно попить чай в номере. Вот, соответственно, там черный, зеленый, сахар, кружка, вода. И когда я зашел сюда, то вы, наверное, бросилось в глаза, что стоит неначатая бутылка. Непосредственно воды какой-то раифский источник. Поэтому сейчас мы посмотрим, как у нас выглядит комната принцесс. И, собственно говоря, наверное, так обзорно будет все понятно. Потом будет, наверное, вид из окна. А завтра 100 рублевочка. Как обычно, мы возвращаемся к нашему непосредственно формату 100 рублевочки. Так, включаем свет. И 100 рублевочка – это как бы классная тема. Расскажу о ней завтра. То есть вот у нас здесь трон. Есть душевая кабина в мечтах. А на самом деле это ванна с душем, полотенце. Есть такой вот халат. Собственно говоря, опять-таки, шампуни, всякая ботва, раковина. Есть фен. Есть увеличительное зеркало. Есть вот такой вот я. И я потихонечку удаляюсь. Так что, опять-таки, обязательно трон на самом главном месте. Поэтому вот так. И о чем я еще не сказал. То есть, соответственно, в комнате достаточно теплая батарея. Ну, потому что сейчас тепло на улице достаточно прохладно. И в комнате есть вентиляция. Он же а-ля кондиционер. Mitsubishi Electric. Так что вот. Ну, а сейчас давайте посмотрим на вид из окна. Он у нас прям бомбически крутой. Хоп. Вот это вот. Вот это вот у нас я вижу из окна. То есть, это бомбически круто. Это вот такая вот. Такая вот непосредственно у нас церквушка. Такие вот дела. Ну, а завтра, ребята, конечно... Сейчас, минуточку. Оп. Ну, а завтра, ребята, как я вам обещал, будет что-то наподобие 100-рублевочки. Итак, вот он я. Итак, завтра у нас 100-рублевочка. Игра супер. Я спрячу 50 рублей. Кто подпишется, Лаид Шаляпин проживет в 336-м номере, найдет 50 рублей и скинет фотку мне. Я там укину еще 50 рублей. Итого 50 плюс 50 будет 100. Так что, вот так. А сегодня обзор номера потихонечку буду завершать. Так что, машу вам, ребята, рукой пока на сегодня. Потому что сегодня у нас 16-е марта. Да, 16-е марта. Завтра у нас будет 17-е марта. И вот 17-го будет все мега круто. Так что, давайте. Пока на сегодня все. Номер гостиницы достаточно чистый. И он мне в первом приближении нравится. Так что, ребята, закругляюсь. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 17-е марта. И я вам обещал, что сегодня мы сыграем в игрушку 100-рублевочка. Но я подумал, что мы не будем сегодня играть в эту игрушку, а мы ее немножко видоизменим. Да, закладок сегодня в номере 336 в гостинице Шаляпин не будет. Но, опять-таки, я вас призываю. Если вы увидели это видео, посмотрите, пожалуйста, его до конца. Подпишитесь на мой канал. Сделайте фотографию в интерьерах номера 336. Чтобы было понятно, что это номер 336 в гостинице Шаляпин. Пришлите мне, и я вам все равно положу на телефон именно 100 рублей. То есть 100-рублевочка немножко в другом эквиваленте. Да, будет. Поэтому вот так. То есть у нас теперь два варианта 100-рублевки. С закладкой и без. Но вот сегодня мы попробуем без закладки. Итак, мы находимся в Казани. Сегодня у нас 17 марта 2020 года. И мы начинаем свой рабочий день. Именно с этого видео. Я, наверное, пойду. Всем, кому понравилась информация, которую вы услышали из видео о гостинице, поставьте палец вверх. Вот так вот. Все вопросы в комментарии. Вот где-то вот тут или тут или тут под этим видео. Ну, давайте тогда. Я вот вам машу. Все, ребята. Тогда подписывайтесь на мой канал. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok